Мастер прекрасных образов, отражающих в зарифмованных строках красоту окружающего мира. В Качагу имени Умара Лива прошел литературно-музыкальный памятный вечер. Не вечно зрелости пора, спеши добро творить. Посвященный 95-летию народного поэта Карачаева-Черкесии, прозаика-публициста Азамата Суюнчева. О творческом пути и его вкладе в развитие карачаевской литературы расскажет Алихан Лепшоков. Каждое его литературное произведение пронизано неиссякаемой любовью к родному краю и ее жителям. Его молодость пришлась на тяжелые годы войны и депортации. Собравшиеся на мероприятие отмечали, что Азамат Суюнчев внес огромный вклад в развитие карачаевской литературы. Особенно велика его заслуга в составлении русско-карачаево-балкарского словаря, а также школьных программ и учебников. Около 200 стихотворений стали песнями, которые исполняют лучшие певцы Северного Кавказа. В своих произведениях Азамат Алимович старался передать свой богатый творческий мир. Около 20 книг поэзии и прозы, более 100 литературных портретов и множество публицистических статей, около 200 песен. Но какую бы книгу стихов мы не открыли бы с вами, нам открывается удивительный добрый мир человека. Спеши творить добро скорее. Это и есть девиз его жизни и творчества. На литературном вечере друзья, коллеги и близкие поэта вспоминали, что Азамат Алимович был открытым, ярким человеком. Каждый, кто с ним общался, отмечал, что он был настоящей живой энциклопедией, так как его интерес ограничивался не только литературой. Азаматом Сьюничевым создан уникальный музей-архив, где собрано множество еще не опубликованных его произведений и труды других карачаевских писателей. Азамат Сьюничев еще известен как писатель-правозащитник. Он один из немногих литераторов, поднявший свой голос протеста против национальных репрессий в СССР. Является автором произведений «Азиатская тетрадь. Стихи и поэмы» 1944-1945 годы. Им была создана рукописная книга, очерки о ссылке в 1955 году, изданная. В завершении мероприятия учащиеся 4-й гимназии Карачаевска прочитали стихи Азамата Сьюничева. «Нет, не даром я прожил в этом мире», – отмечал народный поэт. И, безусловно, его произведения продолжают жить и радовать своих читателей. Алихан Лепшоков, Ахмат Чочаев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск.